Впервые я увидел Вашингтон тоже в июне, но это было 12 лет назад. Это было памятное время, время разрядки, время надежд. Тогда были достигнуты очень важные договоренности. В то время, которое теперь уже принадлежит истории, были начаты мирные исследования, совместные исследования в области медицины, освоение космоса. Конечно, и тогда были предрассудки. Конечно, и тогда существовали сенаторы от Боинга и министры от Нортропа. Но не они делали погоду в Вашингтоне. Внешне Вашингтон мало изменился с тех пор. Все тот же зеленый, южный, жаркий летом, не по столичному, не торопливый город. Достроенный метро, которое 12 лет назад только затевалось, разросся Вашингтон, хотя бездомных при этом стало явно больше. А в остальном все тот же город. Так кажется, пока не заглянешь под панцирь официальных узнаваемых зданий, где творится государственная политика. Знаете, что больше всего поражает здесь? Та будничность, какая-то деловитость, удивительное спокойствие, с которым говорят здесь, в Пентагоне или в Госдепартаменте, о ракетах МЭКС, которые явно орудия первого удара, о новом поколении химического оружия, отравляющих веществ, которые только что одобрил Конгресс. И особенно спокойно говорят о немысливом, о том, как Пентагон собирается оседлать космос, как готовится к звездным войнам. Все это, конечно, не нового. Но когда утром об этом говорит заместитель министра обороны Ричард Перл, после обеда говорит представитель Госдепартамента, вечером с телеэкрана об этом же говорит сенатор, то кажется, что в Вашингтоне мода на театр абсурда. И похоже, что к такому же выводу приходят и сами американцы. Не все, не сразу, но приходят. Во всяком случае, за считанные дни я встретил здесь таких немало. Кто хочет, чтобы их город избавился от военной лихорадки, чтобы в нем снова вспомнили слова «разрядка» и «сотрудничество». Продолжение следует...